Это бульдозер вырыл целую яму, корни поднял, пни выворотил. Теперь надо обработать, перевернуть, вытрясти землю и эти ямы засыпать. У него получились ямы глубиной 20-30 см. Это уже 7 пень примерно обрабатывается. Вот я стою, это полага моих роста, это вот корни, сегодня только накидали, вот обработали пень, это вот второй, лом, стечка приваренная там, вот так вот все. Теперь снова пень этот шевельнули, еще маленько от земли отбить его. И это никуда, никто за это не платит, ни копейки, ничего нету. Вот бульдозер работал, за это мы заплатили 153 тысячи. Попутно это все он сделал, хороший молодец. Видите, у нас вороны, покупать нельзя. На начале были люди, которые на полях пытались купить пшеницу, хозяин не знает, подешевле. Мы сразу предупредили, еще раз будет замечено, сразу сообщаем в райотдел, в милиции и все закончилось. И люди выезжают отсюда. Верующие называется. А веры-то никакой нет, мирские совершенно. У нас категорически запрещается электроэнергию или что-то воровать намертво, это корни все, и вот эта вот куча, вот это выше моего роста, метр семьдесят два, выше, может быть, сантиметров на тридцать. Вот я ее обхожу. Это мы все, вот, тут видно наш творящий, в котором я живу, ну на нем тарелка, связь такая, а тут рядом колодец. Колодец, а вот тут есть разбитые, привезли, это Евдокимов когда был еще, прислали, они пьяные, полтора метра диаметром, ну и толкнули и разбили, разбили, вот она лежит, заторует, посеешь. Вот тут выкла была, поломала, пришлось все убирать, береза через березу, видать наши голубятни номер один. Вот они сейчас будут окончательно убирать этот пень, седьмой кажется уже, и вот какая площадка вырвана, это настолько увеличится площадь покоса, насколько могу сказать, это раз, два, три, четыре метра, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять, сорок квадратных метров. Ну а дальше тут крапива, это все уйдет. Это первая келья, которую делали, даже зимовал один человек какое-то время. лабос, балерина называется, башня летней резиденции Игнатия начальника. Там у меня была резиденция, вверху я спал, там голуби были отдельно, он слева. Домов-то не было. Вторая, это все там газеты. А первое, продукты хранились. А это тестомес. Это все, абсолютно все, своими руками. Это электричество, столбы, ставить провода, доставали все сами. Ни рубля государство в это не вложило. Ни рубля. И у них даже вот эта идет линия, она не числится нигде. Два провода, там их четыре провода. Вот так, вот пока говорил, обнято уже и нет. Вот они его где приспособили. Так, следующее. Давайте попытайтесь, еще у нас 50 минут время, до двух часов. Прямо расхидай, Никита, кидай вниз туда. Вот освободилось, сколько земли. Много там он дальше, ну и это все будет так. Попробуй, Володя, пошевелить ее сейчас. Ломиком. Начинаем сначала пробовать ломиком. Ломом. Потом обрубается со всех сторон. Вот сколько земли здесь еще. Вот я стою. Это Никита, вот земля где будет брать. Ну-ка, ломиком попробуй. Тут проволоку убери вот эту, вот рубить тобой. Гляди, какой огромный. Вот видишь как, куда-то на это, на ограду там повешать. Вначале бы рубить. Так, Никита, попробуй-ка, как это делаете. Расшатать. Он вплотную придавил к березке. А березка однобока так. Там ветла была и веточки не могли расти. У нас где-то около 30 березок нами посажено в лагере здесь. Тем более 12 теперь у Никиты. Так, ну попробуйте покачать ее. Нет. Нет, да? Не понятно, да дело. Не раскачивается. Но она 2 метра на метр. Представьте, тут несколько стволов этой землей засыпано. Ну вырвана. Корни оборваны. Теперь ее вообще подвинуть надо. Ну попробуйте. Если бы веревка была бы, чтобы дернуть ее. Ну была бы. Ну раскапывайте, думаю. Нету веревки. Ну-ка еще попробуй дальше. Ты видишь, не попадаешь на это, на твердо ты не давишь. Даже не видно, где пень-то. Нет, его надо рубить. Давай руби. Да не руби. Пусть посмотрит. Все, Никита, пока заеду. Забирай эту землю, вот которая есть здесь. И в это время Володя поставится расчленить ее. Тут может быть не один пень. Да, Володя, не надо это. Руби ее. Нащупай, где пень. И между ними теперь расчленяй ее. Опасно. Земля, в земле все. Есть клен рост. Бузина. Ветла. Яблони. 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 Яблони, да, я до ранетки. Глубоко. Очень-очень переплетенная система корневая. Сергей, это все еще нету, и он не приходил. Какой? Сергей это. А куда он уходил? Не знаю, куда он ушел. Он что, посчитал, что все? Нас, может быть, не видел он тут? Можно крикнуть ему, чтобы он там работал дальше. Вот он на нашей усадьбе. Деревья эти уже сорные стали. Ничего на них нету. И нам бы с ними не справиться, как бы не буддозер. Вот он нас привез, и уже здесь и то не можем еще взять. Нет, ты его обрубай, и даже время не тратить дергать. Кроши вот эти, которые торчат два, это тогда завернется на них. Вот так, да? Все. Дальше это уже отходит. Теперь можно ее бомиком. Вдоль этой проруби, которая под землей, вот отошла. Большой корень отошел. Вот люди-то все бы имели в свой участок, работали, вот как Никита. И на Майдан бы не ходили. И не убивали друг дружку. А сатана радуется. Кого-то отправили в Америку, учат в Латвии убивать. Дьявол, человекоубийца и лжец. Вот теперь снайперы стреляют, убивают. А, теперь бы нас убили. А убили-то другие. А кто их послал? Это все перед судом Божиим предстанет. Отсекай ее. Прямо по земле руби, и она все равно где-то отрежет. Тогда этот корень-то один останется, пентый. Его можно будет перевернуть. А дальше обхолачивать, земли вытряхивать. Все, не забудьте устать. Это уже вывернутый пень. Вывернутый. И сколько с ним делов. Почему надо убрать, яму засыпать. На следующий год здесь можно будет уже косить. Вот она, Атава, трава какая прекрасная. Игорь Барабаш скосил ее. Вот как. Вот березки сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тренадцать. Пятнадцать березок только здесь. Теперь около двенадцать. До пятнадцать. Это вот это вот отдельно. Шестнадцатая там еще есть. В лагере сколько березок? Там не меньше двадцати, наверное. В лагере. Это наша, мы посадили. Вот. А тут вот бузина. Вот эта вот бузина такая растет. Вот клен опять принялся. И рядом вот мощная акация. Он ее даже толкнул маленько в бульдозер, но осталась. То есть разнообразная фауна. Растительная. Животная. И есть тут и кровохлебка, и другие. Есть даже красную книгу, как писали. Занесенные травы. Очень хорошая, когда бывает язва у человека, у желудка. Это в равной степени чистый, чтобы был подорожник. Нажать. Ну, к примеру, в литр, в стакан. А тут жирный такой подорожник. Репей. Крапива. Двудомная. Вот. И это такая же порция меда. Жидкого. И она буквально неделю настаивается. Надо пить помаленьку. Там, сколько там, по ложке. У нас были более ли так знакомые. Полное исцеление. Кажется, еще что-то добавлялось. Помню, я все это делал, лекарства добывал. Подорожник сидел, крутил на мясорубке, выжимал. Одному дали, а он то ли не понял, или ничего, он не ложку, там, говорит, а может, полстакана выпил лекарства этого. И у него буквально с одной порцией, с этой, все зажило. Все естественное. Машины, вот, одна машина пришла, прошла за два дня. Одна. Ну, прошла и прошла. Совершенно экологически чистое место. Вот сейчас. Володя, надо обрубить, которое поближе, пень найти. Где он, самый пень? Куда вот направлены эти? По-моему, они центробежно расходятся от него. Радиальные. Начало. Сколько, показывай, сколько квадратов. Вот, блеерина. Вот столб стоит, он наверху. Даже не поверят, кто я проводил туда, там сидел на столбе. Так интересно. Все интересно. Вот туда идут провода. Володя, смотри, ударит. Вот этот отруби большой, его можно переворачивать будет, чтобы он не мешал. Вот. А, вон почему долго не было. Он со стороны. Ну, он вырванный. А ну-ка, попробуйте его сдвинуть теперь. Сейчас. Слушай, ломиком заверни под это вот, под это кори. Володя, вот, который отголился корень. Нет. Да? Да, под него. Подведи вот так. А теперь втыка его и гони. Вон, где шевелит, вон, там не отрублено. Отруби быстро. Несколько взмахов и все. С твоей стороны отсеки. Не уходи, Никита. Что, не дается? Ну, тогда шевелите его. Она тянет. Нет землю. Что-то я никак. Лопата или как там подкопать? Это вот только один пень. Один. А их тут не меньше было, наверное, десяти. Некоторые слепленные вместе. Я засчитал семь. Больше уже убрали. Ну, вот земля. Ровно и теперь земля. Вот так на землю пользования возвращаются квадраты. А тут рядом. Вот так на земле. Так, вот так. все опрокидывайте и после этого можно его отмолачивать и будет яблони или это похоже на яблоню да так он встал на свое место этого как раз то нам не надо сейчас давай я рубить буду сейчас ну давай обрубай на этом земля-то и отлетит все бери теперь его нет это похоже на клен яблоня такая у нас не была бы не не желтая видите что это такое ну карата у нее другая яблони конечно ну ладно и вот представь себя пост идет Володя квас в рот не берет никогда чтобы не было соблазну самому не соблазниться Соблазниться Это один пень обрабатывается, будучи вытащенный бульдозером, повторяю. А мы без бульдозера брали так. У нас получалось 4 на 4. Такие огромные деревья, пни убирали первые годы. Вопросить невозможно. Прямо на меня летят осколки. Это чтобы убрать корень и вытрясти землю, вернуть ее на место. А бульдозер ее не может свалить, она под ним проходит нож. Надо его снизу поднять, оторвать центральный корень у пня и двигать вперед с землей. Вот эту землю, Никита, освободить надо сюда. Вон сколько. Сейчас только этот пень убираете и мы проверим, нет ли еще где пней обойденных. Этот топор лучше? Да. Длинная ручка. Сила такая у меня. Вот толщиной в руку это корни яблони. А городской он может только смотреть телевизор или в окно. Чуть ли не последний пень это у нас. Ну перевернуть теперь надо его. Обкалачивать. Обрубать и обкалачивать. Давай. Руби и все, земля сойдет с него. Какая прекрасная жизнь в деревне. Ненарушимая заповедь в поте леса есть хлеб. Приятно смотреть как польза от этого. Сегодня я покажу потом как мы с Колей поленица сложили две, да еще одна будет. На тележке возили. Для артиста Здесь вот ан Продолжение следует... 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 Президент и его внучка, когда она ногу убери, когда она портет. О, характер, мой характер. Если у человека нет юмора, пропал он, ему только в старообрядцы идти. А там никого нигде нет, все еретики. Ты еретик, переходи к нам. Все, проповедь кончилась. А вот это вот, Никита, не кажется тебе, что надо сбросить? Смотри, какой бугорчик. Вот этот вот. Подровнять его надо. Все, лопата тут же воткнулась. Проходит несколько секунд, и уже все, бугорка нет. Так, корешок, Володя, взять надо. Все, корешка нет. Вот вылочка. Вот около этой ямки. Никита, оттуда спихни рядом направо. Комментарий будет? Да, 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 еще я в сторонке. Там инструмент. Тут рядом видно, что выковырнула и оголилась ямка большая. Все. Инструмент просто помянул. Уже все, зашевелился инструмент. Повторяю, мне было 19 лет. Я имел в распоряжении 250 человек, 6 объектов прорабом. Смешно теперь вспоминать. Опыта никакого. А работаю в органах МВД. Легко понять, строго режимный лагерь. Им дай 121 процента. Один за три будет засчитываться дня. 103 процента. Это один за два. Помню, за 7 месяцев. Идем, все. Не одного выходного и каждый день по 16 часов. Так в армию взяли. Я готов был военкома обнять. Так, Никита, все забирай. Все на этом. Утащить тебе все нельзя будет. Обернись назад. Есть или нет что-то еще? Так, тогда сечку я возьму. Сечку я могу.